что же это финальный перед достаточно долгим перерывом тестовый пуск проекта смотрим что в итоге получилось что работает и как работает неписи стоят на своих местах с ними можно поговорить работают двери единственный не пись у которого спрайт имеет направленность в итоге какая-то часть не писи планируется в таком виде какая-то нет стрёмные модельки оружия надо будет переделывать естественно наполнять помещение предметами так мы получили карточку теперь можно пройти на склад появились двери которые можно открывать так сказать вращательным движением здесь особо ничего не поменялось прошлых видео разве что некоторые текстурки изменены возьмем вентиль здесь будет место преступления будет лежать трупик будет стоять установка которая позволит это место преступления визуализировать точнее трупик будет лежать не здесь здесь будет лежать его голографическая проекция сам трупик в морге так так здесь а проверяем электрическую панель пробку смотрим инвентарь я взял вентиль и я не взял пробку Мне нужна пробка. Уи! Скирос. Так, вернёмся обратно. И теперь протестируем систему. Клифт, вернись, ты мне нужен. Здесь мы были. Здрасте, лифт. Если вставить пробку в первый разъём, то запитается силовой узел номер один. Седьмая пробка, по-моему, должна запитать узел, находящийся внизу. А четвёртое место преступления. Ну, проверим хотя бы этот. Да, я был прав. С силовыми узлами потом будет связана загадка. Точнее, головоломка. Мне кажется, эту модель надо немножечко доработать. Возможно, это иллюзия, но она похожа на маленький упоротый паровозик. Здесь будет сидеть торговец. И посмотрим на улей. Взятый вентиль можно использовать. Эти лестницы не работают, потому что я вставил модели лестниц вместо самих лестниц. Улей предполагается таким заброшенным городком бомжей, наркоманов и прочих радостей социального дна. Вот и криминалитета. Здесь, естественно, тоже будет возможность сражиться некоторыми сомнительной легальности предметами, которые позволят проходить некоторые головоломки. Естественно, всё это тоже ещё придётся дорабатывать. И расставлять здесь всяких неписей. Собственно говоря, рисованием скетчей и созданием разных моделек я буду заниматься в ближайший месяц. Нам будет нечего показывать. Гаврель на месте тоже с нами разговаривает. Так, проверяем сохранение и загрузку. Сейчас, по-моему, игра переключится в какой-то из визуальных режимов. Вот она будет отключать. Да. F3. Стандартный режим. И F9. Загрузка. Да. Вроде загрузилась. Мост опущен. Вентиль вставлен. Двигаемся наверх. И проверяем, исчезли ли эти предметы, которые должны были быть подобраны. Так, пробки на месте нету. Она должна быть воткнута в свой разъём. И проверяем вентиль. Да, вентиля тоже нету. Всё хорошо. Так, и теперь проверяем. Пробка должна быть воткнута в тот разъём, в который она была воткнута. Да. Это что-то новенькое. Ах, я зацепился за краешек крыши. Это надо будет учесть. Так, смотрим. Да, пробка вставлена в седьмой разъём, где мы её и оставили. Так что, в целом, всё, как ни странно, работает. Чпинг. И посмотрим напоследок самую недоделанную локацию. Потому что я мазохист. Мне нравится, как она стремительно загружается. Текстура, я имею в виду. Эта шахта абсолютно идентична. Практически, точнее, идентична. Шахте из предыдущей локации. Здесь странно шалит освещение. И, о да. Вот эта красота, вот эта свобода. Ну что, тестирование показывает, что всё более-менее работает. И уровень ушёл в небо. Потому что скайбокс слишком маленький на этом уровне. Всем спасибо за внимание, кто посмотрел. И позитивок.